Ксурия Нахитори готова, пятнадцатая глава Господин Джинси прибыл от счета случившимся в тот день Прошло два месяца, сперем его в саду А, лол Окей, правда важная глава Не стоило бы ее пропускать Времени ушло немало Мои извинения Из-за чуда Гащона следует, что... Итак, кто же? Так точно Это фон Мин из Ганнатого дворца Главная служанка Чистой Супруги Каждый раз, когда во внутреннем дворце что-то случается Ситуация нуждает Мау-Мау находить решение Что за происшествие же идет ее в следующий раз? Тут не все, да Хорошо, что сейчас зима Утопленник неплохо сохранился Этим утром ее обнаружили в плавающей водах внешнего рва Если судить по ее внешнему виду, это определенная служанка внутреннего дворца Прошу, пойдем со мной Хоть он и просил прийти Делать вскрытие должен врач Плакан действительно шарлатан Госпожа, не могла бы ты взглянуть вместо меня? Не могу Эээ, мне сказали не прикасаться к мертвецам Ммм, весьма неожиданно Доброго вам дня, господин Джинси Даже перед трупом не теряет присутствие духа Что ж, господин, вы же не откажетесь взглянуть верно? Эээ, я понял Кажется, ты не теряешь присутствие духа, когда смотришь на нее Я привыкла к таким зрелищам В потаенных уголках квартал от красных фонарей царит беззаконие На первый взгляд, крутизанки кажутся утницами, запертыми в клетке Но, с другой стороны, неволя защищает их от опасностей Покойница была высокой женщиной Она обинтовала ноги и носила туфельки лотосы Кончики пальцев покраснели Наверное, в воде ей было очень холодно Позже выслушаю твое рассуждение Жди меня в комнате стражи центральных ворот Поняла Она была служанкой, ответственной за еду Вплоть до вчерашнего дня работала, как ни в чем не бывало Согласно показаниям одного из дворцовых стражников Прошлой ночи она забралась на стену и спрыгнула в ров Так называемое самоубийство посредством прыжка Не знаю, совершила она самоубийство или нет Но, думаю, она не могла покончить с собой самостоятельно Что ты имеешь в виду? Стены внутреннего дворца в четыре раза выше меня Поэтому она не могла бы воспользоваться ничем из того, что есть во внутреннем дворце, чтобы забраться наверх Но, стоит заметить, что есть возможность забраться на стены без приспособлений Впрочем, я не думаю, что она воспользовалась этим способом Что за способ? После случая с призраком меня терзало любопытство, каким образом наложница фуё забиралась на стены Так что я внимательно осмотрела их окрестности И нашла выступы на стенах, оставшуюся вероятность тех времен, когда стены только строили А, вместо лестниц Наложница фуё должна быть положилась на свои танцевальные навыки И таким образом забралась на стену, воспользовавшись выступами Но для любой обычной женщины это было бы довольно трудно Не говоря уже про ту служанку, пинтовавшись в свои ноги А-а-а Это Ну, вообще в Китае много всякого трэша творилось Самое известное это, когда им на ноги надевали На маленьких девочек надевали туфли Колодки, по сути И не давали ногам расти Потому что маленькие ноги красивее Больших, ну Видимо из той же серии Бинтование ног Это техника изменения формы ноги С помощью утягивания повязками И ношению туфелек лотосов Всё из-за стандартов красоты Дающих предпочтение маленьким ногам Не все женщины это делают Но во внутреннем дворце Нередко можно увидеть покачивающуюся походку Вызванную бинтованием Другими словами, это убийство Я не знаю, но я почти полностью уверена Что она была ещё жива, когда упала Должно быть, пытаясь выбраться наверх Она много раз крабкала спасти не И пальцы покойницы покраснели от крови Не хочешь ли провести более детальный осмотр? Мой учитель запретил мне прикасаться к мертвым телам Почему? Даже людей можно использовать при изготовлении снадобий Вот почему учитель запретил мне прикасаться к трупам Поскольку тебя переуполняет любопытство Ты можешь закончить расхищением могилы Если я ничего не предприму, чтобы остановить тебя Хоть оно и не настолько неблагоразумно, чтобы оскорнять могилы По некоторым причинам всё ещё соблюдает запрет Понятно Какой грубый ответ В целом Вопрос вводится к тому, было это убийство или же самоубийством Если бы это была я Я бы ни за что не стал думать о том, чтобы покончить с собой Или быть убитым другим человеком, если на то пошло Если умру, я не смогу больше пробовать новые лекарства и яда Однако, если бы мне понадобилось оборвать свою жизнь О чём ты задумалась? А, я думал о том, какой бы использовать яд, чтобы оборвать свою жизнь Ты хочешь умереть? Ни капли Но мы не можем знать, когда чья-то жизнь подойдёт к концу Господин Джинси Что такое? Если однажды меня казнят, могу ли я выбрать смерть от яда? Как вообще до этого дошло? Ведь если я совершу ошибку Назначать наказание будет господин Джинси Прошу прощения, я отошла от темы Даже если вы прикажете повесить меня или обезглавить Я не смею возражать Почему ты продолжаешь говорить об этом? Я простой человек Моя жизнь может превратиться от единственной ошибки По сути человек не может не подчиниться приказу аристократа Даже при том, что нынешний правитель не так уж плох Это всё ещё в порядке вещей Я не буду делать этого Речь не о том, будете ли вы это делать или нет А о том, можете или не можете Кажется, я сказал что-то неприятное Если на этом всё, прошу меня простить А, ты об этом? Кажется, это самоубийство А в конце концов, этот случай решили считать самоубийством Это только между нами Но я слышала, что погибшая служанка из гранатового дворца Была тем, кто пыталась отравить леди Ришу на приёме в саду А, вот как На приёме в саду снова всплыло, хоть прошло столько времени Есть один старый слух, который ходил повсюду некоторое время назад О возможных планах замены важной наложницы на другую помоложе Возможно, она пыталась отравить леди Ришу Но благо леди Ааа дуо, которая служила Если расставить нынешних высокопоставленных наложниц по возрасту 14-летняя леди Ришу 19-летняя леди Гёкуэ 23-летняя леди Ришу Нифига себе, Рифа тоже очень молодая Я даже думал, она постарше будет И чистая супруга, 35 лет, обитавшая в гранатовом дворце леди Ааа дуо Она на один год старше нынешнего императора И была высокопоставленной наложницей ещё в те времена, когда он был наследним принцем И она родила мальчика от нынешнего императора до его восхождения на престол Однако, ребёнок погиб Госпожа Ааадо всё ещё может родить другого ребёнка, но в таком месте, как внутренний дворец, где стараются дать жизнь как можно большему числу детей, для неё прошло время отойти Мысль взять новую молодую наложницу тоже не лишена смысла Мать, потерявшая сына Если леди Рифа не подарит император ребёнка в ближайшее время, её ждёт та же судьба Да, прекрасный цветок со временем увядает Цветок, не способный перенести плоды, не имеет ценности для внутреннего дворца Ну и сравнение Точно! Завтрашним гостем на чаепитии устраиваем леди Гёко будет леди Риша, верно? Мимо тебя ни один слух не пройдёт Чаепитие с двумя высокопоставленными наложницами случается редко Расскажи мне, если что-нибудь случится Поняла, поняла На следующий день состоялось чаепитие Это одна из так называемых обязанностей наложниц Позвольте мне поприветствовать вас, леди Риша Если сказать прямо Сегодня довольно холодно, так что давайте переместимся внутрь Да, спасибо, что пригласили меня Наложницы используют подобное мероприятие как предлог, чтобы узнать, что творится в головах других людей Угу Ну и да Какой-то общий стиль выдерживают Со стороны кажется, что леди Гёко ведёт милую беседу На деле же она собирает информацию Какой бы доброжелательной ни выглядела, она остаётся наложницей Леди Гёко родилась в крупном торговом городе на западе Так что её семье очень важно иметь чёткое представление о текущем положении правящей династии Поэтому она регулярно собирает информацию во внутреннем дворце и отправляет своей семье Честно говоря, сейчас декорации ещё более вызывающие, чем во время визита императора Возможно, это потому, что женщины, существа которым нравится соревноваться друг с другом И мы веснушки убрали Чё это с ней? А, ну да, она же её запугала Дегустатор с прошлого раза тоже пришла Это значит, её наказание не было столь сыром, как я боялась Я не кусаю, знаешь ли? Я наложила Гаусюну о том, каким образом Леди Ришу подверглась издевательством со стороны собственных служанок Их внимание приковано к мебели нефитого дворца Они, очевидно, не уделяют внимания своей хозяйке Но, по крайней мере, не похоже, чтобы они издевались над ней Возможно, я ошиблась Полагаю, если на самом деле ничего не случилось, это к лучшему Вы не против сладостей? Я люблю сладости Очень рада Раз уж сегодня так холодно, я распорядилась приготовить немного Это мёд, сваренный с мандариновой цедрой Он вас согреет То, что я делала для приёма в саду В прошлый раз он мне очень понравился Надеюсь, вам он придётся по вкусу А? Возможно ли, что мёд она тоже не может есть? Опять это её то люблю, а то не люблю А, это сужанки переговорятся Да, даже не может съесть поданный мёд, да уж Госпожа Гёкла Ох, надо же А, прости, Айран Вот Кажется, ему следует ещё немного настояться Слушаюсь Я прикажу приготовить другой напиток Вас устроит апельсиновый чай? А, да, вполне Плохо дело Выходит, мой доклад Гавчина всё-таки был верным Как прошло сегодняшнее чаепитие Леди Гёку и Леди Ришу? Так вот что меня смутило Это он был организатором сегодняшнего чаепития Кажется, они наслаждались Обществом друг друга Это хорошо Но разговор ещё не окончен Не могли бы вы убрать свою руку, пожалуйста? Ты не слышала, что служанка, покончившая с собой Была одной из тех, кто стоит за отравлением на приёме в саду? Слышала Ты правда думаешь, что она совершила самоубийство? Я не тот, кто решает это Может ли быть у простой служанки Какая-то причина подсыпать яд в миску наложницы? Я не знаю С завтрашнего дня не могла бы ты помочь мне в садовом дворце? Он сказал так, словно это просьба Будто у меня действительно был выбор С удовольствием Вот почему она в следующей главе окажется У другой Окей, мы пока с этим делом Окончательно не разобрались Я так понимаю И проблема Риша тоже никуда не делась Хоть пока без физического воздействия Так психологическое Ладно Конец записи Субтитры создавал DimaTorzok